Здравствуйте! В эфире программа «День города» и Марина Комиссарова. Смотрите сегодня. Торжество без культуре. Бывшие преподаватели закрытого филиала Института культуры о том, почему ликвидацию вуза можно считать варварством. Ароматы из подвала. Жители улицы Зубковой обеспокоены санитарным состоянием своего дома. Закрытие рязанского филиала МГИК до сих пор болезненно переживают студенты, выпускники и преподаватели. Солью на рану стала утилизация имущества Института. На прошлой неделе мы были на месте и видели, как выбрасывают музыкальные инструменты, мебель, книги и реквизит. К истории подключился губернатор региона. История с утилизацией имущества Института культуры на прошлой неделе, свидетелями которой стала и наша телекомпания, дошла до главы региона Николая Любимова. В своих социальных сетях губернатор заявил, что правительство области обратилось в МГИК уже во второй раз с просьбой передать инструменты музыкальному колледжу и школам искусств региона. К настоящему моменту ответа на обращение пока нет, сообщили нам в пресс-службе Любимова. Тем временем бывшие преподаватели бывшего филиала МГИК опровергают информацию о том, что выброшенные инструменты могли быть непригодными к использованию. Любой музыкант вам скажет, что инструмент со временем только приобретает при хорошем настройщике. У меня один инструмент, ему 70 лет, он в прекрасном состоянии. И я предполагаю, что стоимость, да, она около того и полмиллиона являлась. В сети была информация и о том, что учебники, которые в мусорных контейнерах вывозили с территории, устарели и не нужны, по заявлению главного вуза. Но и эта информация противоречит тому, что говорят люди, работавшие в филиале. Книга в принципе не стареет. Год издательства не важен. Сейчас многие учебники невозможно переиздавать в силу дороговизны даже. Учебники были рабочими. Бывшие преподаватели рассказывают, сколько всего инструментов было в институте. 18 домр, более десятка балалаек, около 20 баянов, 18 фортепиано и два рояля. Большой концертный стоял в актовом зале и малый на кафедре режиссуры. Возможно, именно его обломки удалось заснять в нашей съемочной группе. И даже если с правовой точки зрения действия не имеют никаких нарушений, то с моральной происходящие не норма, в один голос заявляют бывшие сотрудники. Мы просто увидели торжество бескультуре, причем организованное со стороны самого культурного вуза страны. То есть это настолько разрыв полных шабломов, что это просто невозможно себе представить. В ходе обсуждения закрытия филиалом ГИК в Рязани не раз подмечалось, что ликвидация вуза в год театра весьма символична. Каждый день, проезжая мимо института, волей-неволей начинаешь философствовать, размышлять. И по поводу символизма, что на площади Победы есть вечный огонь, а на площади театральной теперь будет вечный огонь. Вот это здание, как память об ушедшей культуре, будем так говорить. Вуз и специальности, которые в нем готовили, были невероятно востребованными. У нас был единственный на восточную части Центрального федерального округа институт, который занимался творческими специальностями. Потому что к нам приезжала Тула, Липецк, Ульяновск, Мар-2, Ярославль. Потому что специфика вуза такова, что вот он был и создан-то специально в 80-м году для вот этого региона. Сейчас идет работа по открытию обучения на специальности закрытого филиала в РГУ имени Есенина. Педагоги, бывшие педагоги бывшего Рязанского института культуры делают все возможное совместно с нашими педагогами РГУ. Пишем программы, пытаемся получать лицензию. Но для того, чтобы действительно открыться, нужны площади, нужно помещение, нужны учебники, не просто электронные носители или интернет-ресурсы, нужны печатные учебники, которые мы можем дать студентам изучать те или иные дисциплины. Вот это все Москва у нас отбирает. По сообщению ректора РГУ Андрея Минаева, возможно открыть шесть специальностей и тем самым сделать университет более многопрофильным. Марина Ковисарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В редакцию нашей телекомпании обратились жильцы микрорайона Дашково-Песочня. Оказалось, что в доме номер 6Б, расположенном на улице Зубковой, уже не первый день подвал заполнен канализационными отходами. Местные жители жалуются на неприятный запах и обеспокоены санитарным состоянием своего дома. По словам местных жителей, подвал жилого дома заливается уже не первый год. На этот раз канализацией запахло еще три недели назад. Жильцы неоднократно вызывали аварийную службу, однако откачка канализационных отходов случилась только 26 февраля. В подвал дома номер 6Б, расположенного на улице Зубковой, невозможно спуститься без резиновых сапог и респиратора. Помещение полностью затоплено канализационными отходами. Об этом свидетельствуют два выхода из подвала, расположенные на противоположных сторонах дома. Они оба залиты нечистотами. Ситуация с подвалом, в принципе, тянется, наверное, год пятый уже, потому что жильцы нашего дома, особенно первых нижних этажей, зачастую сами обращались в водоканал с целью осушить подвал, потому что его постоянно заливают канализационными водами. Как нас уверяли, там как-то неправильно подобрано произведен слив, и с учетом активного использования стиральных машинок, посудомоечных машин, вся эта ситуация усугубилась, и теперь мы получаем то, что имеем сейчас. Вода стоит в подвале. По словам местных жителей, такие крупные затопления происходят как минимум раз в год. При этом после откачки нечистот никто не занимается уборкой в подвале. Представители организации, расположенной на первом этаже этого здания, рассказали, что из подвала в их кабинеты пробираются блохи. Когда там все высыхает, и вызывали на их управляющую компанию, ничего не делают. Блохи нас кусают, вас страшно. Вас кусают блохи? Да. Полынь под столами лежит. Время полынь кидаем на пол, они разбегаются. Ужас. Убивание в столе. То есть на лет, когда открыты обувь, ноги, тогда видно покос очень всех. Жители дома обеспокоены из-за такой антисанитарии, и не первый год призывают управляющую компанию заняться дезинфекцией подвала. В этот раз, в общем-то, терпение достигло такого предела, что было предложено написать в санэпидстанцию, разобраться. Ну, потому что сейчас что там будет разводиться, тоже неизвестно. Жильцы говорят о том, что неприятный запах в доме стоит вплоть до пятого этажа. Мы сейчас приехали не очень удачно, сейчас мороз. Вот когда была оттепель, здесь вот у меня стоит машина рядом с подъездом, с подвалом. В машину садишься, ощущаешь запах. То есть она пахнет вот тем, что творится сейчас у нас внутри. Жители дома считают, что в конструкцию канализационного отведения необходимо вмешаться, чтобы навсегда забыть о существующей проблеме. В управляющей компании нам сообщили, что в регулярных происшествиях они не виноваты. Да нет, там нет другого дела. Там встала дворовая канализация, по которой обслуживает водоканал. Есть ведь какие-то клапаны, которые не дают попасть дворовой канализации в дом. Нет, это значит будет еще хуже. Установленный клапан, она на системе канализации, он знаете, к чему приведет? Он приведет к тому, что клапаны забьются тряпками всевозможными, потому что народ у нас, несмотря на то, что живет в 21 веке, канализация пользуется как помойной ямой. В то время как жильцы говорят о том, что входы в подвал сильно отсырели, представитель управляющей компании заявляет, что в затоплении нет ничего критичного. Вся лишняя влага, по его словам, уйдет в грунт, поскольку дом стоит не на плите, а на земле. Мыть подвал после потопа, по его мнению, не нужно, однако обработать помещение он все же пообещал. Сейчас откачаемся, потом побрызгаем гипохлоридом натрия, побрызгаем, и блохи, значит, дихлофосиком каким-нибудь. По словам того же представителя управляющей компании, подвал был затоплен по колено. Мастера обещают трудиться, не покладая рук до тех пор, пока не устранят потоп и его последствия. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани завершили опрос за и против школы в лесопарке, проведенной по поручению губернатора региона Николая Любимова. Поддержали строительство школы в лесопарке 5016 голосов, чуть более 50%. Против высказались 4912 человек. Но решение главы региона оказалось неожиданным для многих. Это голосование стало причиной активных дискуссий в соцсетях. Горожане обвиняли мэрию в накрутке голосов. В крупных городских пабликах устроили аналогичные голосования, и их результаты отличаются от итогов официального опроса. Так, в группе РЗН-Инфо против школы выступили почти 80%. Это 718 человек. В группе новостей Рязани ВКонтакте 82%. 3416 человек. Против строительства школы в лесопарке выступали городозащитники и представители ОНФ. Накануне подведения итогов официального голосования, активисты высказались, почему нельзя строить школу в лесопарке и где можно. Ранее мэрия отказалась от строительства школы в лесопарке. По словам вице-мэра Сергея Савина, городминистрация прислушалась к мнению общественников и исключила вариант из рассмотрения. Во вторник, 18 февраля, стало известно, что рязанские власти вновь намерены обсудить строительство школы в лесопарке. Несмотря на результаты опроса, губернатор региона принял решение, которое опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте. Цитата. «У нас всех есть одно общее дело благополучия и развития Рязанской области. В результатах опроса этого нет. Поэтому мною принято решение рекомендовать администрации Рязани перенести проект строительства школы из лесопарка в другое, более подходящее место». Глава региона Николай Любимов также отметил, что если потребуются дополнительные финансовые средства, правительство области окажет в этом помощь. Народная дружина Рязани ежедневно выходит на улицы города, чтобы помочь полицейским хранить общественный порядок. Всего в дружине к настоящему моменту состоит больше 500 человек. Многие из них – пенсионеры органов внутренних дел, которые так и не сумели внутри себя расстаться с делом своей жизни. Без их участия не обходится ни одно масштабное мероприятие в городе. Бойцы невидимого фронта – дружинники – делают неоценимый вклад в жизнь города. За прошедший год около 2000 раз народные дружинники осуществляли охрану правопорядка на различных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Особенно востребована была помощь дружинников в период реализации проекта «Рязань – новогодняя столица России-2020», который проходил с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года на 15 крупных площадках областного центра. При патрулировании совместно с сотрудниками полиции функция дружинников состоит в том, что они уже изначально являются свидетелями административных правонарушений, которые совершают наши граждане на улице, и, соответственно, этим помогают. Основная деятельность народной дружины проходит в тесном взаимодействии с органами внутренних дел. Для оказания помощи сотрудникам полиции ежедневно по городу Рязани на дежурство выходят 10-15 дружинников. В рамках дежурств дружинники оказывают помощь участковым и полномоченным, сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних и патрулируют территорию города с сотрудниками ППС. Это образование официальное, заступают они ежедневно, почти каждый день, кроме выходных. И, соответственно, несут службу взаимодействию с сотрудниками. В 16 часов развод. Полицейские озвучивают моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Дают ориентировки по пропавшим людям и угнанным машинам. И каждый из дружинников отправляется на свой пост. С марта 2016 года существует народная дружина города Рязани, в составе которой есть отряд ветерана МВД, в частности по советскому району города Рязани. Я являюсь командиром этого отряда. Вот у меня 6 человек дружинников. В 2019 году за совершение административных правонарушений дружинниками задержано около 60 человек. Раскрыто 7 преступлений. В органы внутренних дел передано более 150 информаций о совершении противоправных деяний. Ну, наверное, свою жизнь посвятили мы охране правопорядка, ну, работа с ветеранами. Я же являюсь председателем ветеранской организации советской, отдела МВД России по советскому району города Рязани. Прочно вошло в практику работы народной дружины регулярное проведение профилактических мероприятий не только совместно с полицией, но и с другими правоохранительными органами. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Рязанской области в части профилактики совершения повторных правонарушений лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. И с Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте по проведению совместных профилактических мероприятий на железнодорожных вокзалах города и прилегающих к ним территориях. Чтобы стать дружинником, нужно обратиться к своему участковому. Он подскажет, какие документы собрать и куда написать заявление. Тем более, что с каждым месяцем желающих вступить в ряды народной дружины все больше. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За оскорбление учителей предложили ввести штраф. Родителям учеников-агрессоров придется заплатить, если их ребенок решит повести себя на уроки вызывающие. Общероссийский профсоюз образования подготовил законопроект, предполагающий штраф за оскорбление учителя учеником. Сумма взыскания может составить до 5000 рублей, а в случае нападения на педагога предлагается ввести уголовную ответственность, лишение свободы на срок до трех лет. По данным исследований, около 70% российских школьных учителей хотя бы раз подвергались травле и насилию со стороны школьников. 57% педагогов пожаловались, что их труд не ценится обществом. В Комитете Госдумы по образованию сейчас тоже разрабатывают проект закона, призванный защитить учителей, о статусе педагога. Парламентарии согласны с тем, что необходимо повышать ответственность за недостойное поведение учащихся. Сотрудники полиции депортировали из Рязани за пределы России троих иностранных граждан. За совершение преступления иностранцы отбывали наказание в исправительных колониях, расположенных в регионе. По истечению срока их пребывание в России признано нежелательным. Сотрудники управления по вопросам миграции и центра временного содержания иностранных граждан ежедневно выполняют нелегкую работу, связанную с удворением иностранцев за пределы России. Совсем недавно троих граждан ближнего зарубежья депортировали за пределы страны. Такое решение было принято в связи с тем, что данные лица неоднократно нарушали закон и были приговорены к длительным срокам заключения в исправительно-трудовых колониях Рязанской области. Двое граждан Узбекистана за совершение разбойного нападения провели в местах лишения свободы 8 лет. Гражданин Таджикистана был осужден на 12 лет за преступления, связанной с производством и сбытом наркотических средств. Сроки содержания мигранты отбывали в исправительных колониях на территории Рязанской области. После освобождения мужчины некоторое время проживали в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области. Сотрудники Министерства юстиции России пришли к выводу, что данные лица не могут больше находиться на территории нашей страны. Было принято решение об их депортации в ближайшие сроки. Сотрудники подразделения миграционного контроля, управления по вопросам миграции и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области сопроводили иностранцев в Москву, в международный аэропорт Домодедово, откуда состоялся вылет в страны гражданской принадлежности. Согласно нормам действующего законодательства, дальнейший въезд в Россию им закрыт на 5 лет. Всего с начала 2020 года из числа иностранных граждан, которые находятся в Центре временного содержания УМВД России по Рязанской области, депортировано за пределы страны 44 человека. В основном это лица, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений и неоднократные нарушители административного законодательства. Семен Иванов, телекомпания «Город». Лидер метал-рок группы «Коррозия металла» решил научить рязанского бойца ММА Михаила Коробкова играть на гитаре. Сергей Троицкий, известный среди своих фанатов как «Паук», отреагировал на скандальную историю, связанную с решением судей присвоить поражение рязанскому бойцу из-за песни, под которой спортсмен вышел на октагон. На своей странице ВКонтакте сегодня ночью бессменный лидер группы «Коррозия металла» разместил пост, в котором написал «Я очень тронут поступком Михаила Коробкова. Он пишет, что хотел поиграть на гитаре. Мне об этом рассказала моя подруга Марфушенька. Поэтому, Миша, я хочу пригласить тебя поиграть на гитаре на вечеринке 27 марта. Не боись, я обучу тебя трем металлическим аккордам, после которых ты обязательно встретишь девушку своей мечты». Музыкант посоветовал Михаилу не обращать внимания на тех, кто ему не нравится, и отметил «Мне понравилось, как ты сыграл мою песню «Люцифер». Напомним, 22 февраля на турнире по ММА в Воронеже Михаил Коробков вышел на бой под песню «Люцифер». Глава промоутерской компании заявил, что нельзя выходить под песню во славу сатаны и рад тому, что пояс уходит в Москву. Сам рязанский боец заявил, что ему просто понравилась эта песня. Никакого подтекста он в нее не вкладывал. К тому же Михаил давно мечтает научиться играть на электрогитаре и в целом любит рок-музыку. Сегодня же судьями Союза смешанных единоборств ММА России принято решение по результатам финального поединка Гран-при «Донской атаман». Судьи рассмотрели апелляцию, протест клуба «Арта» удовлетворен. Пояс чемпиона достается Михаилу Коробкову. На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова